Сумма предлагаемых поправок в проект областного бюджета на следующий год 36 миллиардов рублей. Это много и говорит о том, что недовольных документам хватает. Больше всего возмущались изыринские депутаты. Ни одно их предложение не поддержали. Ни предусмотрены деньги ни на завершение строительства ФОК на улице Победы, ни на замену искусственного покрытия на футбольном поле в спорткомплексе «Кристалл». Как мы людям-то своим будем объяснять? Вы пашете, работаете, а в городе ничего не остается. Наступает год экологии, а мы сокращаем расходы на охрану окружающей среды более чем на 20%. Коммунисты предлагали сократить затраты на содержание чиновников и оставить без финансиров национально-культурной и религиозной организации. Им тоже отказали. Народные избранники опасаются, что может не хватить финансов для планового 10% повышения зарплаты медиков. У нас зарплата в номинальном выражении в 2016 году, несмотря на то, что задача была сохранить как в 2015, она снизилась. Может, у нас инфляция издержит колоссальный в структуре затрат. Что будем делать? Учтено чуть больше 6% поправок. Средства выделят в том числе на ремонт школ в Борском районе и Октябрьске, на приведение в порядок площади имени Куйбышева, Самарской горбольницы номер 7 и лечебных учреждений в Жигулевске и Красноармейском районе. Чиновники предлагают решать проблемы по мере их поступления и вернуться к рассмотрению предложений парламентария в следующем году. Давайте примем бюджет и начнем дальше работать. И хоть каждый месяц пересматривать изменения в закон при тех или иных изменениях по Федерации, либо по нашим доходам и расходам. На сегодняшний день доходы региональной казны на следующий год составляют 126,5 миллиардов рублей, расходы чуть больше 125, профицит 1 миллиард рублей. Его потратят на сокращение госдолга, коммерческие кредиты заменят на бюджетные. Во втором и окончательном чтении бюджет примут 13 декабря.